В Никулинской школе Калининского района для учеников открыли новую спортивную площадку. Заниматься здесь могут и все жители поселения, а у ребят появилась возможность проводить уроки физкультуры более интересно. Наш корреспондент Наталья Чекет оценила созданные условия. Равняйсь! Верно! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! До недавнего времени в учебном заведении не было подходящего места для занятий спортом вне стен школы. Раньше на площадке был пустырь. Там росли деревья и трава, и больше ничего не было. По национальному проекту «Демография» поле недалеко от учебного заведения преобразилось. Теперь здесь искусственное покрытие, прочное ограждение и нетравмоопасные ворота. Но уроки физкультуры мальчишки из 10 класса уже вовсю играют в хоккей с мячом. Мне нравится. Раньше здесь ничего не было, а теперь здесь поле. Для игры футбол, волейбол, пионербол, даже баскетбол. В прошлые выходные проводились соревнования по-другому хоккею. Приезжали несколько команд. Сама школа построена в 1956 году. Сейчас в ней обучается 200 человек. И в здании школы нет спортивного зала. Каждый год, когда выпадал первый снег, и до последнего ребята катались на лыжах. Однако в этом году зима оказалась бесснежной. Поэтому детям была необходима спортивная площадка. Мы очень рады и довольны. И физкультура у нас проходит именно там. Там есть и беговая дорожка, и для волейбола, баскетбола, и многое-многое другое. Эмоции были совершенно радостные, конечно, потому что есть где заниматься. И это уже хорошо. Новую площадку кроме детей оценили и жители поселения, которые также активно занимаются спортом. Очень часто вижу, когда проезжаю утром и вечером на работу и сработаю там, местные жители тоже занимаются, бабушки и молодежь. Помимо этого, напротив школы установлен комплекс уличных тренажеров. Установленное оборудование – это не только классические турники и брусья. Это многофункциональные тренажеры, нагрузку на которых можно регулировать. Поэтому они подходят для любого уровня подготовки. По словам губернатора Тверской области Игоря Руденя, доступность занятий физкультурой и спортом связана с вопросами демографии. Открытие новых спортивных площадок – часть работы в рамках демографического проекта. В этом году по национальному проекту «Демография» планируется установить 7 малых спортивных площадок и 12 комплексов уличных тренажеров. Закупить оборудование и инвентарь для государственных и муниципальных спортивных школ региона. Общий объем средств, предусмотренный на реализацию проекта, составит 19,5 миллионов рублей.